Вообще не пострадал самокат. Так что лучше бы он развалился, чем вот Юлина нога. Двойной перелом ноги, две операции. Юля уже полмесяца в гипсе, впереди еще полтора. Спать неудобно, ногу не развернуть, все лето на диване. Она пришла со школы, ну и сказала, что привезли игрушки в магазин. Вот новые сейчас они за ними все гоняются. И все, собралась и полетела. Побежала минут через пять, звонок на телефон. Полтора месяца, еще потом месяц ходить на костылях без гипса. Поехала через пешеходный переход. Там на половине дороги стояла вот эта, ну машина стояла. И шла тетенька. Я думала, что за ней успею проскочить, а вот не успела. Есть такое поверье, чем ближе к лету, тем больше ДТП с детьми, которые уже не заняты школой и домашним заданием. За четыре месяца 2021 года на территории города Барнаула с участием несовершеннолетних зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 41 ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести. Основная масса дорожно-транспортных происшествий произошла на пешеходных переходах. Эта акция сотрудников ГИБДД – еще один повод напомнить, где можно кататься на велосипеде. Зачем нужны шлем на колени, кинолокотники? Как бы банально не звучали правила поведения на дороге, но именно они и решают чьи-то судьбы. Красный свет – что он означает, светофоры? Стоять. А на какой переходить можно? На зеленый. И вроде все все знают, не только взрослые, даже четырехлетние дети. Только вот такие видео появляются в соцсетях чуть ли не каждый день. В основном пропускают, за что спасибо, можно сказать. Но случаи, конечно, бывают. Просто элементарно водители не видят. При этом не все пешеходные переходы в Барнауле могут похвастаться своей безопасностью. Например, этот на улице Партизанская. Когда человек подходит к зебре, особенно если он небольшого роста, или тем более ребенок, его практически не видно. Поэтому в том числе здесь, на всех дорогах и водители пешеход должны постоянно помнить о непредсказуемых ситуациях. Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям с убедительной просьбой при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, образовательных организаций, заранее снижать скоростной режим. Уважаемые пешеходы, помните, ни один пешеходный переход вам не гарантирует безопасности. Юле еще повезло, она отделалась двумя переломами. А ведь последствия могли быть куда страшнее. Кстати, самокат в этой семье решили продать. В Горный Алтай хотели съездить. И дача стоит, все стоит. Вот только с ней теперь. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.